энтерококи их следует отличать от антробактерий которых уже было куки это шарики и они грамма положительные они могут быть парами допустим диплококи шарики где-то порядка одного микрометра то есть типичные для бактерий размера некоторые штаммы могут иметь жгутики до 4 жгутиков некоторые не имеют факультативные анаэробы то есть могут жить как с кислородом так и без него у нас живут в кишечнике и причем как и в случае с кишечной палочкой как правило люди все заражены этими энтерококками они симбионты то есть они в кишечнике живут потребляют там то что человек не может потребить то есть целом они так безопасны но при попадании из кишечника куда-то другое место они могут вызывать заболевания кроме того их несколько разных видов этих энтерококков даже не несколько до сика некоторые более патогенные некоторые менее то есть целом опасностью тоже представляет хотя некоторые виды постоянно живут с человеком в кишечнике ничего особенного не происходит нормальное состояние если она вызывает заболевание она может вызывать заболевание мочевыводящих путей всяческий там воспаление может вызывать эндокардит то есть воспаление сердца и менингит наиболее опасен менингит конечно потому что это близко к мозгу и соответственно более опасно энтерококк к сожалению отличаются устойчивостью к антибиотикам применяют естественно для лечения ампенициллина и ванкомицин как правило он устойчив и в связи с этим вызывает внутри больничной инфекции то есть больницы где антибиотики конечно есть может вызывать заболевание внутри больницы потому что не могут бороться антибиотиками относительно энтерококка осуществляется контроль качества воды то есть есть норма сколько воды должно быть особенно в пляже то есть энтерококк можно подхватить просто в морской воде там или пречки когда люди купаются поэтому санитарные службы проводят там проверки этого энтерококка